Адвокат осужденного учителя из Караганды сегодня заявил, что основанием для приговора стали подложные доказательства. Свою точку зрения он обосновал на специально созванной пресс-конференции. Тем временем в защиту у педагога выступила Дарига Назарбаева. Почему запись голоса лжетеррориста, которую исследовали эксперты, изменялась четыре раза? Как сегодня чувствует себя учитель физики Юрий Пак за решеткой? И какую акцию организовали его ученики в сюжете Людмилы Батюшкиной? Они пишут, Юрий Дмитриевич, вы помогли многим из нас найти внутреннее я. Вы всегда верите в нас. Хотя многие просто отворачиваются. Скоро увидимся, целуем всем классом в щечку. Они мечтали, я так плакала. Это письмо 11-классники, у которых Юрий Пак был классным руководителем, вчера принесли его жене. Думали, что послание можно передать в тюрьму. Также повязали у Ольги на руку вот эти браслетики из ленточек. Такие же сейчас в знак поддержки учителя носит весь класс. Дети верят, что он отпразднует с ними выпускной. Они все такие смешные, но я там маленького роста. А ребята все двухметровые. И вот они все хотят меня обнять. Ольге Пак разрешили свидание с мужем. По ее словам, педагог пока на карантине, вместе с другими только что осужденными. Почти все сокамерники моложе Юрия Пака поддерживают его морально и уже берут уроки физики. Он лысый. Ну, как бы я все понимаю, это гигиеническая процедура, но я его никогда таким не видела. В целом, как бы моральный дух его не сломлен. Я за это очень сильно переживала, потому что столько трагических событий, как бы случилось в нашей семье за это время. Сегодня адвокат Сергей Ким и супруга учителя собрали пресс-конференцию и заявили, что после официальных комментариев полиции, суда и прокуратуры считают нужным обнародовать и свою линию защиты, и доказательство невиновности Юрия Пака. Первое – это то, что запись звонка при изъятии в ЦОУ не была описана и заархивирована, как требует закон. За полтора года, пока шло следствие и суд, аудиофайл с голосом лжетеррориста изменялся четыре раза. Причем индивидуальный цифровой код файла, так называемая хэш-сумма, тоже менялась. Поэтому адвокат потребовал признать такой вещдок недействительным. Четвертое заключение фонографической экспертизы – это король доказательства по делу. Что на основании заключения этой экспертизы – пакт безоговорочно виноват в совершении преступления. Я хочу сказать, что король голый. Потому что основа этой экспертизы. Ну, я бы сказал, если подмена – это подложили, если подложили, то это подлог. Основа этой экспертизы – подлог и нарушение судов процессуальных новостей. Это и остальные доказательства станут основой апелляционной жалобы. Подать ее Юрике может до 18 октября. Тем временем, с момента оглашения приговора, а это два года колонии, по стране прокатилась волна заявлений в поддержку Юрия Пака. Школьники намеревались устроить забег. Правда, им не разрешили это сделать. В интернете собираются подписи под петицией с требованием пересмотреть дело. Не смогла остаться равнодушной даже дочь президента. Депутаты парламента, они имеют право вмешиваться в дела судебной системы. Это отдельный законодательный вид власти. Но поскольку очень много информации противоречивой и в интернете, и в социальных сетях, и в прессе, я решила направить письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой еще раз внимательно рассмотреть все материалы дела. Дорига Назарбаева заметила, что это все, что она могла сделать как депутат. Свою реакцию на обращение Генпрокуратура пока не озвучила.